Злобина Злобина Но из языка они не исчезли. Многие из них стали основой для большого числа русских фамилий, которые как раз и начинают формироваться в это время. Например, Мороз было личным мужским именем. Именно поэтому в нашей стране такое большое количество Морозовых. Сохранились эти имена и в географических названиях, оставив на карте нашей страны свидетельство о том, как звали первых поселенцев той или иной территории. Так, например, именно от дохристианского имени Злоба появилось название деревни Злобина в Меленковском районе. Считается, что это имя имело охранный характер. Его давали детям, чтобы защитить их от злых сил. Связано это было с поверьями, согласно которым подобные плохие слова в качестве личного имени человека могли отвести от них злых духов и предотвратить различные горести, болезни и даже смерть. Живига В Говорах Владимирской области слово «живига» используется в значении «смола хвойных деревьев». В словарях зафиксирована существительная «живица». Живица – это смоленистая густая масса, выделяющаяся из разрезов хвойных деревьев. Застывая при выходе на поверхность, она тем самым предохраняет древесину от проникновения короедов и грибов, заживляет рану. Отсюда и происходит название «живица». Слово «живига» – это словообразовательный вариант слова «живица». Слова являются паронимами. Обескровить – стать бескромным самому. Обескровить – сделать бескромным кого-то. Обесселить – лишиться сил самому, а обесселить – лишить сил кого-то. Таких паронимов в русском языке достаточно много. Карвинг. Как обычно, слово из английского языка, и переводится оно как «вырезание». В кулинарии это фигурная нарезка овощей и фруктов. Первыми так заморочились мастера из Юго-Восточной Азии, а уж потом художественная резка по вкусняшкам добралась до Европы и до России. Для карвинга берут почти любые овощи и фрукты – огурцы, тыкву, картофель, апельсины, яблоки, лимоны, арбузы и дыни. В России в 2004 году появилась целая академия карвинга, и художественная резка по еде стала частью кулинарных соревнований. Вообще, выглядит все это красиво, и есть такой арбуз даже жалко. Субтитры создавал DimaTorzok